всем привет мои дорогие любимые зрители с вами снова света сегодня видео про мои удачные покупки слепую будет 12 ароматов на 12 месяцев уходящего года по одному аромату и в начале этого 2020 года я приобрела вслепую монсерра indian dream да не удивляйтесь я его покупала тоже как и большинство вас вслепую и когда я приобрела вслепую купила монсерра indian dream во флаконе 60 миллилитров я решила им основательно этим ароматом запастись и купила 120 миллилитров дайте сразу два почему так произошло почему я купила сразу два объема практически 120 миллилитров сразу же за маленьким флакончиком потому что я не встречала такого аромата нигде и никогда подобного аромата я не встречала вот если вы знаете кто знаком с этим ароматом если вы знаете какой-то похожий на это аромат напишите мне в комментарии потому что я не встречала вообще в принципе всю парфюмерию монсерра я покупаю обычно вслепую потому что во первых она исчезает из наших оффлайн магазинов раньше я видела в магазине поблизости монсерра но сейчас в том магазине монсерра нет и также в большинстве магазинов где я бываю я не вижу вообще в принципе парфюмерию монсерра и также если она вдруг присутствует вот когда я видела в магазинах все тестеры практически всегда пустые поэтому понять ничего невозможно именно про монсерра поэтому помогают вот такие видео обзоры и отзывы на фрагрантики на ароматы заказывать слепую всегда очень интересно ждать и гадать что же тебе в итоге придет за аромат понравится он тебе не понравится и когда твои ожидания настолько сильно оправдываются и даже превышают все мыслимые ожидания то это очень радует так получилось именно с этим ароматом у меня монсерра indian dream это 2014 года аромат группа ароматов восточно цветочные на старте герань гелиотроп апельсиновый цвет в сердце жасмин амбра роза базе сандал белый мускус ветивер ваниль гелиотроп этот цветок который в жизни издает ванильно-вишневый аромат с оттенками корицы представляете как это красиво и реальный цветок гелиотропа в жизни вызывает чувство эйфории и радости трава ветивер имеет такой дымный аромат с кожистоамбровыми оттенками в индии корень ветивера используют в народной магии верят в индии что у растения есть способность привлекать финансовое благополучие в жизни человека также это уникальный парфюмерный ресурс ветивер потому что он уменьшает скорость испарения всего парфюма и к таким прекрасным ингредиентом добавлен красивый жасмин ваниль белый мускус но я вот так сходу вам не могу сказать что мне здесь нравится это какое-то красивое красивое звучание какое-то такое знаете благородное фруктовое вино вот так бы я его назвала потому что этот аромат хочется то ли съесть то ли выпить я не понимаю очень красивый аромат роскошный уютный обволакивающий поднимает настроение моя находка удачная покупка вслепую mansera indian dream также к бренду mansera ну я всю mansera практически покупаю вслепую иногда я заказываю сначала атлевант либо пробник и уже судя по атлеванту либо пробнику заказываю флакон но этот аромат mansera black vanila я заказывала сразу без затеста предварительного и этот аромат победитель в обзоре ароматов с ванильной нотой у меня кстати на канале вы можете посмотреть сравнение ванильных ароматов именно mansera и манталь 2017 год белый персик калабрийский бергамот кокос черная смородина на старте сердце болгарская роза фиалка египетский жасмин в базе белый мускус и моногаскарская ваниль это очень красивый аромат я опять же не имела к нему каких-то особых ожиданий и это очень приятно когда ты ничего не ждешь а в итоге получается попадание просто в точку и ты даже не подозревал насколько это красивый оказывается аромат когда ты заказываешь вслепую причем отзывов не так много на этот аромат то есть как-то он затерялся никто им не восторгается особо его не восхваляет вот теперь этим восхвалением этого аромата mansera black vanilla буду заниматься я самый лучший аромат на тему ванили по моему мнению здесь чувствуется горьковатая ванилька но совсем совсем на минимуме громкости своей и все это красиво оттенено нотами кокоса белого персика и черной смородины все ноты очень деликатные никто не выбивается не перекрикивает все это складно так красиво в облаке из белого мускуса с ванилью витает в воздухе и садится на своего хозяина также он как и mansera indian dream очень успокаивающий аромат такая некая ароматерапия потому что приятные запахи нас всегда расслабляют и заставляют нас не думать о плохом и поднимают настроение поэтому такая моя удачная покупка вслепую mansera black vanilla где-то уже в середине этого года я купила вслепую также удачно тоже по отзывам блогеров mantal wild pierce но этот аромат я думаю в принципе не найдет того человека которому бы он не понравился этот аромат газировки сладкой тягучей липкой даже я бы сказала грушевой газировки дюшес с такими пузырьками искрящимися тоже радостный аромат очень фруктовый и очень сладкий аромат то есть бывает такая сладость не липкая вот это именно про такую липкую сладость аромат 2011 года верх бергамот груша в сердце гвоздика ландыш базе ваниль мускус сандалово дерево причем это такой тоже не совсем плоский аромат у него есть оболочка и внутри этого аромата что-то такое сочное и сладкое как мякоть спелой груши ничего отталкивающего здесь нет ваниль не горькая мускус не барсуковый все это очень красиво в этом флаконе смешалось красивый красивый аромат сладкой грушевой газировки mantal wild pierce также я заказывала вслепую новый флакончик маленького объема 20-миллилитрового mantal pur gold сначала я его не поняла это из разряда таких ароматов которые не выдают всю свою изюминку с самого начала его нужно распробовать mantal pur gold 2009 года аромат верхние ноты мускус пачули в сердце жасмин fleur d'orange в базе абрикос и ваниль старт у него не очень красиво я бы сказала впервые вообще в принципе я слышу мускус и пачули на старте обычно они либо в базе либо хотя бы в сердце здесь мускус прямо в старте и да действительно он стартует этот аромат манталевским мускусом но затем когда старт уходит открывается великолепное сердце fleur d'orange и жасмина и слышна становится база из абрикоса все это посыпано ванильной пудрой сладкой очень красивый в своем раскрытии аромат сначала вас может оттолкнуть но дайте ему время и он покажет себя во всей своей красе было время когда я просто им упивалась поливалась и поэтому после приобретения маленького флакончика я поняла что его мне не хватит пришлось раскошелиться на большой флакон mantal pur gold еще одна моя удачная покупка вслепую это зарко парфюм purple молекула 070.07 как написано на официальном сайте парфюмерного дома зарко парфюм это парфюмерный дом из дании единственный в принципе в своем роде парфюмерный дом в дании потому что все-таки там нордическая такая природа мало что там цветет и пахнет обычно парфюмерия рождается там где круглый год лето круглый год есть сырье для производства парфюмерии и вдохновение в дании все-таки пейзажи более северные чем юг франции либо италии поэтому парфюмерных домов там немного но вот зарко парфюм в 2014 году создали зарко павлов создал свой парфюмерный дом и очень сильно стал популярным потому что действительно его молекулярные ароматы очень необычные привлекательные и заманчивые на сайте зарко парфюм про именно вот эту фиолетовую молекулу написано что этот аромат родился на седьмом месяце чтобы запечатлеть нордические летние пейзажи в полном цвету то есть летом да нет цветет и пахнет и этот аромат олицетворение цветущего нордического лета верхние ноты здесь цветочные это аккорд дикого цветка белой орхидеи и магнолии в сердце здесь ноты вырваны как указано на официальном сайте зарко парфюм в базе мандагаскарская ваниль сандаловое дерево и серебряный мускусный аккорд этот аромат создан в 2019 году я считаю что это брат-близнец аромата 2014 года девятая розовая молекула фиолетовая молекула очень на розовую похожа но она более сливочная и более доработанная по моему мнению этот аромат мне нравится больше заказывала его тоже вслепую и после девятой молекулы седьмую молекулу заказала также вы мне писали в комментариях что вам больше нравится седьмая молекула фиолетовая и мне тоже нравится больше фиолетовая молекула зарко парфюм удачная покупка вслепую я просто в восторге от этого аромата и пользуюсь им даже сейчас зимой очень хорошо меня веселит бодрит поднимает настроение под конец года я решила ознакомиться поближе с ароматами atar collection когда периодически я бывала в парфюмерных магазинах я тестировала разные ароматы atar collection обычно они тоже все пустые либо там совсем на дне аромата и также в магазине все-таки нету у нас полного представления полной картине об аромате особенно когда вы тестируете сразу много ароматов с блоттера абсолютно по-разному они звучат не так как на коже не слышно вообще в принципе как он раскрывается слышен старт вкусненький а базы сердце можно не услышать но я как-то так помню что всегда когда я что-либо пробовала atar collection я всегда думала какие же вкусные ароматы вот по-другому про них не скажешь они все вкусные нету отпугивающей серой амбры нету мускуса нету кирзовых сапогов вот таких вот древесного бальзама какого-то непонятного как бывает других ароматах atar collection вы не найдете но все на самом деле так только кажется когда вы тестируете их в магазине потому что есть у меня один аромат atar collection который я неудачно купила слепую даже не вслепую я его тестировала в магазине каждый раз к нему подходила и тестировала но в итоге его заказала мне не понравился я кстати буду выпускать видео неудачные покупки купленные не вслепую представляете так тоже может быть что вы тестируете в магазине аромат потом его заказываете где-то и он вам не нравится так что подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить такое интересное видео от меня а сейчас про этот аромат atar collection hyati вообще считают самым таким простым из всей линейки atar collection но я считаю его самым лучшим ароматом на самом деле 2018 год точно фруктовая группа ароматов моя любимая верх малина ягоды ананас сердце цветочные ноты взбитые сливки мед слива черная смородина в базе ваниль мороженое белый мускус это уже даже по описаниям ноты какой-то самый вкусный аромат моей коллекции этот аромат абсолютно понятен это такой ягодно сливочно фруктовый компот с медом сверху взбитые сливки и шарик клубничного мороженого этот аромат вкусненький по-другому его никак не назвать все его абсолютно все его поймут всем он понравится этот аромат можно смело дарить любому человеку я не думаю что кому-то он не понравится но его проблема в том что он быстро слетает он мне в базе очень сильно напоминает nobel 1942 танец трикоз какая-то такая знаете корица вылезает у него в базе такая же как в том аромате то есть он такой сначала много-много ягод у него с этими взбитыми сливками нотами мороженого ванили сливы черной смородины это такое черно-смородиновое ягодное мороженое да но в базе остается вот такой похожий аромат как танец трикоз такая корица он очень быстро улетучивается то есть абсолютно нестойкий аромат но очень понятно и я считаю тоже своей удачной покупкой вслепую от our collection хаяти еще одна удачная покупка вслепую это reminessence ваниль сантау я всегда нахожусь в поиске каких-то ванильных ароматов а тут по хорошей цене на на тина была вот эта новинка эта новинка 2020 года от не парфюмерного дома а ювелирного дома reminessence вверх специи карамель в сердце сандалово дерево кашемировое дерево в базе ваниль из мадагаскара и мускус это такой красивый деликатный приглушенный аромат на тему карамели ванили специй я связываю этот аромат с кашемировым мягким свитером он так мягко и невесомо вас обволакивает тоже считаю своей удачной покупкой ничего от этого аромата особо сильно не ждала ожидания мои оправдал на 200 процентов тем более цена у него достаточно невысокая за 100 миллилитров поэтому если вы в поисках каких-то красивых ванильных зимних ароматов чтобы долгими зимними вечерами вас сопровождал какой-то приятный деликатный теплый аромат присмотритесь reminessence ваниль сантал еще одна моя удачная покупка это burberry брит версия ритм фохе это аромат на тему дыни маркетологи нам обещают идеальный аромат для мечтательных романтических натур подчеркнет чувственность каждой женщины позиционируется как аромат для теплой погоды чистый свежий цветочный аромат это очень очень неплотный такой воздушный воздушный разбавленный аромат в духе знаете каких-то одеколонов джамалон верхние ноты сицилийский лимон маракуйя персик бергамот апельсин в сердце дыня озон ландыш майский лотос сирени египетский жасмин в базе древесные тона амбра мускус карамель если представить такие ноты у парфюмерного дома мантали лимонцера я бы представила какой-то плотный такой сладкий фруктово-цветочный аромат но это абсолютно не про барбари бритризм это во-первых у меня версия туалетная вода то есть она вообще разбавленная а во-вторых это действительно такой озоновый воздушный разбавленный аромат я здесь слышу очень сильно слышу дыню но это знаете такой аромат без характера то есть если бы я от кого-то его услышала я бы во-первых не поняла что это за аромат я бы даже его наверно не узнала потому что таких ароматов миллион но если вы ищете аромат на каждый день который не будет никого напрягать ни вас не ваших окружающих хороший вариант туалетная вода барбари бритм ритм фохио еще одна моя удачная покупка вслепую это отар коллекшн халтат night когда я узнала что во-первых его не продают у нас в россии во вторых то что это аромат вишневого кальяна я тут же залезла в интернет и заказала этот аромат во-первых это очень стойкий вишневый аромат но это не простая сладенькая вишенка здесь такое дерзкое сердце горьковатых пачули вообще я здесь слышу в этом аромате ут хотя он не заявлен но звучание такое вот на грани на грани того что ут этот мне бы не понравился 2016 года аромат группа восточно-гурманские вишня красное яблоко на старте ваниль пачули в сердце белый мускус и корица в базе корицы я здесь как таковой не слышу слышу вишню для коктейлей я уже подробно рассказывал про этот аромат вот в этом моем видео стойкие шлейфовые ароматы это действительно очень стойкий аромат можно сказать чемпион по стойкости в отличие от хаяти который быстро очень улетучивается этот аромат слышен на следующий день так точно даже от кожи даже если вы приняли душ я бы поспорила на тему того что это аромат вишневого кальяна потому что дымности такой кальяна я здесь не чувствую я чувствую здесь сладкую консервированную вишню и какую-то такую горечь которую я так думаю придают этому аромату пачули но возможно и ут какие-то древесные ноты здесь тоже присутствуют это не простая вишня сладенькая это вишня с таким каким-то многогранным дерзким характером кстати вот в этом своем видео как отличить оригиналы подделки я не рассказывала вам про подделки от ар коллекшн а их на самом деле очень много это очень распространенные подделки отличить его можно по коробке в подделках коробки не очень качественные особенно подделки выдают себя внутри вот здесь вот уголки у них могут быть неровные и внутри самой коробки тоже могут быть какие-то неровности но самый простой способ определить подделку это попытаться сделать с постаментом вот так вот такой фокус у подделок не прокатывает они флаконы не держат то есть оригинальный парфюм всегда очень плотно сидит в своем постаменте но это естественно когда речь идет о том что вы покупаете где-то с рук парфюм и можете заглянуть внутрь но вообще я вам не советую никогда покупать парфюмы с рук и тем более запечатанные вот такая моя удачная покупка слепую от ар коллекшн халтат найт мне этот аромат понравился хотя он и совсем не про вишневый кальян как я считаю следующая моя удачная покупка в слепую это mark jacobs декаданс во-первых я повелась на эту кисточку и во-вторых конечно по описанию по описанию аромат должен был мне понравится и он опять же превзошел мои ожидания 2015 года аромат группа цветочные восточные ирис слива шафран в старте болгарская роза ирис жасмин самбак в сердце амбра ветивер папирус в базе этот аромат про сливу про сладкую сладкую сливу оттененную нотами жасмина ириса шафрана ветивера и папируса этот аромат в духе сливы killian in the city of sin только там больше сливы а здесь больше цветов и каких-то специй но сливы здесь тоже присутствует я люблю сливу в ароматах она очень красиво так плотно как какое-то такое тягучее варенье из сладкой спелой сливы красиво ароматы с ноты сливы звучат также здесь есть необычная база из ноты папируса папирус это растение которое считается также природным афродезиаком поэтому такой аромат с секретиком неким да с ноты папируса шафраном самой дорогой специи в мире грамм шафрана стоит дороже чем грамм золота добывается шафран из сердцевины цветков крокус который растет где-то там в горах чтобы добыть шафран один килограмм нужно много 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 килограмм тонн можно даже сказать цветков этих обработать потому что в цветке шафран это такая пыльца на таких палочках которые торчат из цветка вряд ли здесь конечно выжимка из настоящей специи шафран но что-то такое синтетическое здесь воссоздано в этом аромате добавляет ему изюминку и характера и дерзкости декаданс это мой любимый период и сам декаданс и этот аромат это можно сказать мое внутреннее я поэтому такая удачная покупка тоже слепую заказывал этот аромат марк джейкобс декаданс еще одна моя удачная покупка вслепую это джурет хазыган аромат называется этот аромат часто что-то последнее время мелькают моих видео потому что я им пользуюсь и я считаю это тоже такой удачная покупка вслепую потому что я абсолютно от него ничего такого сверхъестественного не ожидала в отзывах говорят что это ваза с ягодами с малиной и все и также я слышала отзывы что этот аромат не особо носибельный но для меня этот аромат не такой простой это не только ягоды верхние ноты нероли в сердце герань ирис малина апресиновый цвет жасмин самбак базе ваниль гелиотроп карамель пачули сандал белый мускус ваниль помним да начало моего видео что я рассказывала вам про гелиотроп этот цветок с ванильно-вишневым ароматом и нотами корицы который вызывает эйфорию и вот здесь он в базе также есть здесь малина ирис который добавляет пудровости аромату и карамель с ванилью поэтому это совсем совсем не простенький аромат это аромат который хочется распробовать хочется увидеть его раскрытие тоже считаю своей удачной покупкой слепой потому что абсолютно ничего от аромата не ждала думала будут какие-то просто ягоды неинтересные оказалось аромат очень многогранный и не плоский и очень стойкий аромат то есть я его тоже слышу на следующий день от себя и от одежды juliette has a gun не ммм не прошу не путать а мммм 4 м еще одна моя удачная покупка слепую это герлен каканут физ коллекция aqua allegoria эти ароматы представлены во всех магазинах куча разных ароматов но вот именно каканут физ это новинка 2019 года такая голубенькая жидкость его в наличии в магазинах я не увидела это легкий воздушный аромат такой освежающий тоник группа ароматов свежие на старте бергамот кокосовая вода в сердце арбуз кокос фрезия в базе белое дерево бобытонка сандал не знаю где здесь правда бобытонка в этом аромате потому что это действительно легкий разбавлен аромат на тему кокосовой воды и арбузной воды плюс здесь да есть некоторая цветочность от белой фрезии легкий тоже аромат одеколонистого типа эта версия туалетная вода я думаю что это очень хороший аромат чтобы пользоваться им летом когда в жару не хочется никакие тяжелые ароматы вдыхать вот такая легкая освежающая кокосово-арбузная туалетная водичка действительно все что пишут про этот аромат все хорошие положительные отзывы это все правда об этом аромате тоже считаю своей удачной покупкой потому что я не очень знаете так люблю свежие ароматы особенно на тему арбуза они могут мне не понравится типа знаете дочь габбана императрица там тоже есть арбуз но вот этот аромат мне понравился и нету здесь никакого отталкивающего кокоса который тоже бывает в нотах ароматов где присутствует кокос бывает что этот кокос такой душный очень здесь этого нет здесь очень такая легкая веселая водичка чтобы освежаться летом я думаю что больше он подойдет на лето этот аромат герлен аква аллегория каканут физ кокосовое шипение вот такие удачные покупки вслепую я вам показала 12 штук набралось то есть их намного больше все-таки у меня удачных покупок чем неудачных покупок вслепую поэтому такие покупки я практикую напишите мне в комментариях покупаете ли вы ароматы вслепую насколько сильно процент удачных покупок у вас превышает процент неудачных покупок у меня где-то 70 на 30 ставьте лайк если видео вам понравилось подписывайтесь на канал если еще не подписаны с вами была света до встречи в новых видео всех целую всем пока пока субтитры создал DimaTorzok